всем привет дорогие друзья сегодня воскресенье какое у нас число 26 и мы отправляемся с айханом в эскишехир сейчас мы находимся на аланийской автобусной станции в эскишехир ехать 8 часов мы едем на автобусе комфорт класса 2 плюс 1 вот он сзади наш сзади меня наш автобус билет на автобус стоит 60 лир комфортно я думаю что там должен быть вай фай но в общем сейчас посмотрим что там есть в автобусе оставляем наш багаж и отправляемся в путешествие по турции в эскишехир едем мы на автобусе компании бузу а вот вы видите есть вай фай наушники музыка общем телевизор и все здесь есть вот так вот он выглядит наш в общем друзья мы едем в эскишехир в этом видео вы едете увидите как мы доехали до эскишехира и в каком отеле мы остановились поэтому смотрите сейчас мы едем в автобусе посмотрим как он выглядит как я вам уже говорила мы купили билет на автобус комфорт класса выглядит он вот так одно место и два места то есть три плюс один не два плюс два место водителя есть здесь у нас телевизионные экраны написано что есть вай фай вот увидите места в автобусе 2 плюс 1 намного шире видите здесь есть розетка в общем заклеена там розетка не работает есть розетка очень комфортный хороший автобус ну и я вам расскажу еще раз как покупать билеты на автобусе в турции вы можете приобрести билеты онлайн а можете приобрести на автобусной станции например в алании приобретайте билеты заранее потому что мы планировали уехать неделю назад но айхан решил купить билеты за день и билеты нам не достались поэтому обязательно приобретайте билеты заранее ну за неделю вы можете прийти на аланийскую автобусную станцию здесь очень много фирм которые продают билеты давайте посмотрим что тут есть можно уехать даже до на автобусе можно уехать в любой город турции вплоть до грузии есть автобус так не вижу какую фирму фирма метро есть автобус до грузии 24 часа он идет есть люкс карады низ тоже идет до грузии в общем друзья до любого города в турции до стамбула естественно и потом уже с со стамбула можно уехать вообще в европу любую точку мира поэтому как я уже сказала покупайте билеты заранее ну а мы поехали в эфир на youtube зашла автобус захожу в автобус а там нет ни наших рюкзаков ничего я водитель говорю где наши рюкзаки куда вы их дели он не понял естественно игры где где наши рюкзаки он говорит а их не было игры в смысле не было а куда вы едете я говорю баски шерга это не тот автобус где-то я в кони еду сейчас кони у вас увезу в общем друзья мы отправляемся а 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 спустя час мы доехали до манавгата мы доехали до манавгата если вы хотите узнать что же такое манавгат что здесь есть что есть интересное в манавгате смотрите видео я оставлю его описание летом мы ездили манавгат седэ и за один день мы осмотрели все основные достопримечательности ну а сейчас наш автобус после остановки в манавгате отправляется в анталию и из анталии мы уже повернем в сторону эски шехира а еще в автобусе угощаем чаем кофе и раздают вот такие вот вкусняшки печеньки или кексы ахан тут приправил себе формат вот такие вот крикеры поэтому друзья в автобусе ехать не только комфортно но и вкусно и кофе мы чаем угощают примерно каждые три часа холода ваш а еще и сколай фондорит и с чем его мэвэсу мэвэсу вода соки и так далее всем приятного аппетита кушать во мне в в в в Продолжение следует... Спустя 2,5 часа мы прибыли на автовокзал в Анталью. Вот там вот наш автобус, а уходят автобусы все вот отсюда. Сейчас у нас стоянка 45 минут. В час автобус отправляется уже в Эски-Шехир без таких долгих остановок. Ну, будут только остановки, наверное, по полчаса. Может быть, две остановки будут. Друзья, про билеты я вам говорила. Вы можете покупать билеты онлайн на сайте о билет. В описании будет ссылка. Но, к сожалению, там представлены не все компании. Поэтому самый верный способ купить билеты – это приехать на автовокзал. Неважно, в каком городе Турции вы находитесь. Спокойно приезжайте на автовокзал и купите билеты. Также можно купить в офисах автобусных компаний в городе, в котором вы находитесь. Но самый верный способ – это, конечно же, приехать на автовокзал и приобрести уже здесь билеты. Покажу вам немного автовокзал в Анталии. Он достаточно большой. И, как вы видите, здесь продают кукурузу, всякие вкусняшки. Ну, а сам автовокзал… Ну, а сам автовокзал выглядит вот таким вот образом. Какие-то сувениры, сладости. Здесь есть кафе, есть носильщики, есть туалеты. И по обе стороны, вот вы видите, слева и справа есть офисы фирм, где можно приобрести различные билеты. Ну, автовокзал достаточно большой. Здесь, кстати, в сезон еще продают бананы. Сегодня очень много народу. А, сегодня воскресенье. Очень много народу. Вот есть, смотрите, есть даже чистильщик обуви. Чистильщик обуви. Как я вам говорила, по обе стороны расположено очень-очень много фирм, где продают билеты в разные точки Турции. И также за границу можно отсюда уехать. На автовокзале Анталии также есть туалет, как я вам говорила. Стоит лира 25, и туалеты очень чистые, красивые. Вот он вот так вот выглядит. Чистые, красивые, ухоженные. И не воняют, как многие думают. Еще здесь есть вот такой вот ресторан, где можно покушать разную турецкую еду, если вы проголодались. И пока я ждала их одной из туалета, подошел работник к кафешке и говорит, «А для чего вы видео снимаете?» Я говорю, «Для Ютьюба». «А почему снимаете? Это же вокзал здесь, ничего нет интересного». Я говорю, «Ну как, вам не интересно, мне не интересно, а иностранцам, русскоговорящим, например, будет интересно посмотреть, как выглядит автовокзал в Турции. Чистые ли?» «Ну как всегда». «Чистые ли туалеты?» «Сколько стоит туалет?» Я говорю, «Мы-то к этому уже привыкли, а людям интересно будет. А, да, точно. Но это же вокзал, что здесь можно интересного снять? Так, у нас есть еще полчаса. Здесь был один магазинчик, где продавали различные товары из бананов. Сейчас попробуем его найти. Здесь продают также вот всякие вкусняшки типа лукома, пешмани, какие-то леденцы. Цен не видно. Но, сами понимаете, друзья, все это лучше купить заранее в магазине, в обычном продовольственном. Будет намного дешевле. Ну и, конечно же, семиты. Ну и, как я вам говорила, есть и бананы, аланийские бананы. 5 лир килограмм. Инжир 10 лир и какая-то штука. Я вот это никогда не ела. Кто ел, напишите. Кетчу-бойну за 5 лир. И большая банка домашних оливок стоит 15 лир. Ну и тут всякие орешки, снеки и так далее. Автовокзал небольшой, но очень чистый, красивый. Много фирм. Можно посидеть, отдохнуть и отправиться дальше в путешествие. А еще здесь есть вот такие телефонные автоматы. Я не знаю, кто ими пользуется. Вообще пользуются ли ими? Тоже напишите в комментариях. Потому что, мне кажется, это уже все устарело и просто здесь для красоты висит. Также здесь есть вот такая вот рецепшн. Информация для туристов. И еще здесь есть вот такая вот пальма. Друзья, как вы думаете, она настоящая или искусственная? Хан говорит настоящая. Я говорю искусственная. Дорогие друзья. Да, друзья, я сейчас в Антолёте. Я здесь. У нас телефон начинает. Айхану даже экран не включает у нас камера 100 грамм 6 грамм Айхан проводит нам экскурсию типа снимает Спасибо 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 Если вы не знаете где находится Эскишхир быстро я вам покажу на гугл карте вот смотрите Алания Бурдама Алания Алания у нас вот здесь дальше идет Анталия Конья в этой стороне и Эскишхир находится недалеко от Анкары видите близко к Бурси и близко к Стамбулу как я уже говорила из Алании ехать примерно 8 часов до Эскишхира но из Эскишхира до Анкары можно доехать на скоростном поезде всего за полтора часа а до Стамбула за два с половиной часа также есть скоростной поезд из Эскишхира до Коньи вы можете доехать за примерно два часа и потом уже из Коньи добраться до Алании на автобусе это второй вариант путешествия из Алании до Эскишхира ну а мы сейчас едем через Испарту Афьон и Кутахю по вот этой вот дороге наша стоянка в Анталии закончилась и теперь через три часа у нас будет остановка в Бурдуре нет в Афьоне через три примерно через три часа чтобы покушать сходить в туалет и так далее в Бурдуре если больше узнать о Турции традициях обязательно смотрите старые турецкие фильмы если найдете с русскими субтитрами они есть это будет просто невероятно интересно и смешно например фильмы с Кемаль Суналом с нашим любимым турецким актером они невероятно смешные и турецкая жизнь показана здесь в самых ярких красках поэтому обязательно обязательно посмотрите турецкие фильмы едем уже практически 5 часов и каждый час нас угощают чаем и печеньками взяли вот такой вот кекс Альхан взял вот такие вот печеньки кстати эти печеньки очень вкусные одни из наших любимых шоколада внутри ну и конечно же чай и кофе если говорить о безопасности в Турции то буквально на выезде из Бурдура нас остановили турецкие полицейские так называемые жандармы собрали у всех документы и будут всех проверять сколько мы здесь простое ну наверное часа пол потому что автобус у нас полный собрали все документы проверят отдадут и мы поедем дальше поэтому друзья даже если вы не видите то в Турции на каждом шагу есть полиция которая и заботится о том чтобы было все спокойно и безопасно и 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 Примерно час езды. Спустя 10 часов мы приехали в Эскишхир в Невоте, в Сан-Сегистаде. Этот автобус какой-то был медленный. В общем, спустя практически 10 часов мы приехали в Эскишхир на улице плюс 5. Мои хан шапки. Я тоже скоро надену. Сейчас идем на трамвай. И едем на наш отель. В общем, автовокзал Эскишхира выглядит как практически все автовокзалы в Турции. Всякие шоколадки продаются. Здесь также продается лукум. Билеты на автобусы. Ну, в общем, автовокзал выглядит как все типичные автовокзалы. Практически ничем не отличается от других автовокзалов. Прям на выходе из автовокзала стоит вот такая вот будочка, где можно купить билет на трамвай. А вот там вот трамвай. Айхан, трамвай билет кач пора. Айхан, трамвай билет кач пора. Скорее в наш отель переодеться и потом уже кушать. Мы уже заселились в наши апартаменты, но их вы увидите в следующем видео. А сейчас мы идем в один из самых классных торговых центров. Идем в Вестпарк кое-что купить и покушать. На улицах очень много народа, несмотря на то, что воскресенье, поздний вечер. Эскешихир, кстати, студенческий город. Здесь три университета и еще открывается четвертый, потому что поэтому жизнь в городе кипит и днем, и ночью, и зимой, и летом. В общем, народу куча. Все сидят в кафешках, отдыхают, студенты учатся. Это, кстати, один из самых молодых городов Турции. А вот наша любимая кебабная донерная. Самый вкусный в мире кебаб. Донас Тавук. 6 лидов. Мы уже в торговом центре. И смотрите, здесь практически всегда, когда мы приезжаем, заходит розыгрыш какого-либо автомобиля. Обзор по торговому центру мы делать не будем, потому что они, в принципе, все однотипные. Мы пришли сюда купить пальто мне. В общем, посмотрим, будет или нет. Посмотрите, сколько классных машин можно выиграть. А это машины на продажу уже идут. Мы пришли кушать наши вкусные самые любимые дюрю. Вы видите, Айхан пьет шалгам. Ну, а я, как всегда, пью Айран. Стоит дюрюм 6 литров. Здесь делают самые вкусные, самые быстрые дюрюмы вообще во всей Турции. За 3 минуты могут сделать 18 дюрюмов. Как их делают, я покажу вам позже. Но сейчас хочу подвести итог нашего сегодняшнего дня. Ехали мы достаточно долго, 10 часов, но было комфортно. И я вот о чем подумала, что можно было еще проще добраться до Эскишхира из Аланьи. Мы выбрали самый дешевый способ, это автобус, прямой автобус Аланьи-Эскишхир, который заезжает еще в Анталию. В общем, идет он 10 часов и стоит он 60 лир на человека. Но, друзья, можно было поступить другим образом. Можно было из аэропорта Гази-Паши долететь до Анкары всего за 50 лир. И на скоростном поезде из Анкары добраться до Эскишхира, прям до центра города. Стоило бы это примерно лир 100, наверное. Чуть дороже, чем автобус, но было бы это быстрее на 6 часов, наверное. Но заняло бы все это дело часа 4. Таким же образом можно было доехать на автобусе до Коньи и ехать до Коньи, по-моему, часа 4, наверное. И на скоростном поезде из Коньи до Эскишхира тоже ехать 4 часа. Но, вы сами понимаете, самый простой способ, конечно, самолет из Гази-Паши и ехать до Эскишхира из Анкары на скоростном поезде. В общем, мы постараемся таким образом уехать обратно. Поэтому, может быть, еще поедем в Стамбул, если у нас будет время, и в Анкару. Поэтому следите обязательно за нашим видео. А на сегодня мы с вами прощаемся. Всем всего хорошего. Ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на наш канал. Всем добро пожаловать в Эскишхир. Всем пока-пока. Пока-пока.